Музыка Ну, лично для меня, с моей точки зрения, диджей — это человек, который полюбит музыку. Без привязки к стилистике, к тому, где она играет, в какое время для кого она играет, диджей должен любить музыку. Если углубляться в историю, все величайшие диджеи за всю свою жизнь дрейфовали по стилям, слушали абсолютно разную музыку в абсолютно разных стилях, и они этим всем гордятся. И если брать время то, что сейчас происходит, можно видеть, например, классические версии трансовых всяких там хитов, драм-н-бейсовых хитов, которые сейчас играются в виде концертов классическими оркестрами, симфоническими и прочими. То есть, как бы, здесь взаимопроектирование стиля, оно должно происходить, и это очень хорошо. Официальная версия — это вечеринки на фонтанке в Питере, которые делала группа увлеченных людей, захвативших, как тогда это, в принципе, нормально было, сквор, так называемая, да, то есть часть дома. И проводили первые вечеринки с приглашением и зарубежных гостей, собственно, и молодежь, которая была в этой теме, она присутствовала там. Потом пошли рейвы, и люди поняли, что на этом можно зарабатывать, на этом можно привлекать большое количество людей, собственно, и вот культура. Ну, официально считается, что родилось так, что существует несколько точек клубного, так скажем, движения, да, музыкального. То есть, это, конечно, это Ибица, но это уже достаточно поздний расцвет. Безначально это клубы в Нью-Йорке, потом это Лондон, одна из клубных столиц, несомненно, это Берлин, Франкфурт на Майне, то есть в Германии достаточно сильно было развето клубное движение. Именно за диджейский путь я встал в сентябре 98-го года. Мечта была с самого-самого раннего детства, первый раз, когда я взял в руки пластинку, которая родителям принадлежала, мне хватило где-то на пару недель отслушать всю коллекцию родительскую, то есть мне было на тот момент 5 лет. И мне стало скучно, я начал крутить пластинки просто назад, делать скрэйчи какие-то такие, испортил, собственно, всю коллекцию родителей, за что был нещадный Роган. Вот именно диджейнг, он подразделяется по очень многим критериям, если брать ваш вопрос. Есть так называемые bedroom диджейс, это люди, которые играют для себя, допустим, для своей семьи, для своих друзей. То есть у себя в спальне, ну, соответственно, от этого названия. И не нужны клубы, это не те люди, которые хотели бы работать на большую публику. Это вот отдельная часть диджея. Они могут записывать миксы, раздавать их друзьям. Есть так называемые background диджейс, это те люди, которые работают на каких-то мероприятиях, в автосалонах и прочих, играют просто так называемые background музыка. То есть это озвучка фоновая каких-то мероприятий живой. То есть там диджей из себя представляет просто красивую картинку. Конечно, есть радиодиджейинг. Это совсем другое направление. Есть люди, которые занимаются event диджейингом. То есть это любые мероприятия, свадьбы, корпоративы, все остальное. Есть клубные диджеи, к которым я отчасти себя относил всегда. Мне кажется, что вообще вся клубная жизнь в Ульяновском, все эти диджеи, вы. Как-то вы вот на спад пошли. Возможно, я не права. И ты сейчас опровергнешь мое мнение. Это нормальное движение на самом деле происходит. Прошла эпоха суперклубов. И в целом для России это очень характерно. Очень много больших клубов закрылось. То есть те, что работают, они в достаточно тяжелом положении сейчас находятся. Просто на данный момент публика разделилась по, так скажем, заведениям, по интересам. За рубежом на самом деле все не так плохо. Там и большие клубы, и суперклубы существуют. И фестивали огромные проводятся. То есть не один, как у нас, не два в год на постоянной основе. Что будет дальше? Будет ли второе возрождение? Это уже не второе. И даже на моей памяти уже такое было не один раз. А, то есть уже было такое, что затухало все? Конечно, конечно, конечно. Эти волны, они и дальше будут продолжаться. Все вернется на свои круги. Но ты в каком стиле в основном работаешь? Нету определенных? Нету, нет. Я, в принципе, люблю ставить абсолютно любую музыку. То, что нужно людям в какой-то определенный момент. Ну, конечно, не забывай про себя. Потому что себе тоже нужно давать выход к каким-то эмоциям. Но большую часть времени у любого диджея слушать любимую музыку получается только дома. Либо на каких-то очень узкоспециализированных мероприятиях. Расскажи, как происходит процесс создания вот этой музыки? Нужно разделять диджеев и саунд-продюсеров. То есть продюсеры, музыканты, они пишут музыку, которую мы используем в заведениях. То есть мы, как говорят диджеи, не пишут музыку сами, они покупают ее в универсале. Это примерно так и происходит. Основная задача диджея, на самом деле, это не работа с оборудованием заведения. Основная работа диджея — это дома отсеивать материал. То есть искать музыку и выкачивать те ремиксы, те версии, те композиции, которые, на твой взгляд, как диджея, как творческой личности, будут актуальны, допустим, на этой неделе. Со стороны кажется, что все очень легко и все очень просто. На самом деле, очень много подводных камней в этом. И это действительно тяжелая работа. К ней надо готовиться. И очень большую роль здесь играет опыт. На любом мероприятии, в любом клубе, баре, ресторане, ну, процентов 20 только может сделать диджей от общего настроения мероприятия. И 80% — это та публика, которая пришла. То есть если у публики нет настроения, диджею очень тяжело будет пытаться вызвать их на танцполку, скажем. Сколько в среднем за вечер ты успеваешь проиграть треки? Вообще, как это правильно называется? Проиграть треки, сыграешь? Как вам угодно. Ну, то есть? Ну, вообще, примитого названия нет. Поставить, допустим, свести. Сколько в среднем? Ну, сейчас, вот в последние годы, время, которое трек звучит на танцполе, оно становится все меньше, меньше и меньше, меньше. То есть раньше мы каждый трек могли... Ну, и треки были длиннее гораздо. Каждый трек мы могли держать в эфире, там, 4-5 минут. И это считалось нормальным. Сейчас, если трек играет больше двух минут чисто в эфире, это уже достаточно много. Люди уже начинают от этого вставать. Просто вот это клиповое мышление, которым сейчас мы, в принципе, все и живем, достаточно высокая скорость жизни, они меняют сознание, в том числе и то, как мы слушаем музыку. То есть время выступления диджея, это в среднем 2 часа. Это общая принятая практика. Потом просто ты сам начинаешь вставать, и люди от тебя начинают вставать. Ну, и за 2 часа где-то порядка 100 композиций ты успеваешь поставить, смикшировать. А каждый диджей должен пройти какое-то обучение? Сейчас молодой человек, который хочет этому научиться, который хочет стать диджеем, ему достаточно открыть YouTube и купить самый дешевый контроллер. Самые дешевые наушники, и на протяжении нескольких месяцев целенаправленно этим заниматься, смотреть обучалки, через полгода он будет профессионалом. Есть плюс от того, что если диджеем выйдет музыкальное образование, то есть в моем случае слух должен быть, как минимум, да? Медведь на ухо не должен наступать, чтобы стать диджеем, или это абсолютно не важно? Это в принципе не важно. Это, конечно, хорошо, потому что диджеем будет легче. Здесь наличие чувства ритма и слуха, да, даже не особо сильно развитого. Главное, чтобы какие-то базисы у тебя в голове отпечатывались, и все. У меня есть музыкальное образование, но не окончено, это просто вот для себя такое было, да? И в принципе особо напрягаться не нужно, тебе нужно просто иметь музыкальный вкус и делать то, что им нравится. А какой-то дресс-код у диджеев есть? Ну, на данный момент сейчас очень много стеба идет по поводу дресс-кода современных диджеев. Это абсолютно все черные, как тягивающие майки, там, тягивающие штаны и кроссовки. Я, на самом деле, к всему этому очень скептически отношусь никогда. Но при этом черная майка. Ну, не совсем. У каждого должен быть свой стиль. И, ну, на самом деле, вот в той же самой Европе там огромное количество диджеев, которые делают абсолютно одинаково. То есть, как бы это их устраивает, это сейчас такая волна, как на мода. Для меня показателем являлось, наверное, то, что в 90-е годы уже на тот момент диджеи, ставшие суперпопулярными, суперизвестными, вот сейчас отметая то, что сейчас происходит, да, там, золото, дорогие машины, там, и прочее, да. Вот на тот момент диджеи, которые уже тогда считались культами, хаус-диджеи, они могли прийти на любую вечеринку, даже там, на какой-то огромный рейв, в обычной растянутой майке, там, прожженной сигаретами, там, в рваных кроссовках. И это никого не напрягало, потому что диджеи играли музыку, не их обязанность показывать дорогие шмотки, кого-то удивлять своим внешним видом. Когда диджей уходит на пенсию, грубо говоря, да? На самом деле, как практика показывает, и мировая практика, и практика российская, диджеи играют до тех пор, пока просто им самим не надоест. И большинство топовых, так скажем, супер-диджеев, мировых, российских, им сейчас далеко за 40. Далеко за 40. Вот, ну, опять же, были проекты диджеев-стариков, например, вот там, в Солнце даже привозили, диджеи-кругозоры были, два таких бородатых старика. Ну, это, конечно, уже часть шоу, но они справлялись со своей работой, делали это очень интересно, весело и задорно. Возраст здесь не играет никакой роли. Три главных качества, в данном случае, профессионального диджея. Такой очень сложный вопрос. Ну, вот нужно. Разбираться в музыке. Ну, давайте так вот идеализируем все это. Разбираться в музыке, чувствовать людей и любить то, чем занимаешься. Пульт – главный инструмент, на котором играет диджей. Как и любое явление, музыкальные микшеры тоже прошли свою эволюцию. Если, к примеру, в 90-х существовали только CD-проигрыватели, причем воспроизводили они музыку лишь с купленных в магазине дисков, то сейчас к пульту можно присоединять крошечные флешки. Это во многом облегчило жизнь диск-жокею. От больших сумок с пластинками не остался следа. Теперь к работе можно приступать налегке. Что нужно освоить прежде всего, чтобы встать за диджайский пульт? Ну, во-первых, то, что здесь на столе сейчас находится, называется All-in-One DJ System. То есть система все в одном. Она состоит из микшерного пульта, к которому привязан экран, и двух дек, которые работают, соответственно, в совокупности с этим микшерным пультом. А вообще бывают они по-разному, да? Разные. То есть есть оборудование, тейбл-топ так называемое, профессиональное, когда два CD-проигрывателя одинаковых, отдельно, отдельно микшерный пульт. Здесь система все в одном. Для удобства, для компактности, как раз для баров, небольших заведений она идеально подходит. Сколько весит такая штука у меня? Ну, меньше 10 килограмм. Современное диджейское оборудование показывает все. Начинает анальностью, заканчивая скоростью трека. Но еще бы разобраться во всех этих кнопках. Их там масса. Главная задача – плавно перевести одну композицию в другую. Бит трека, запускаемого в эфир, должен совпать с битом предыдущей композиции. Для этого настраиваем скорость, вовремя запускаем и аккуратно сводим. Здесь еще существует такое понятие, как квадрат. Все треки написаны, вот дискотечные треки, все написаны в размере 4 четверти. То есть у нас есть размеры 2 четверти – это марш, все марши. Есть 3 четверти – это танго, вальс и прочее. То, что мы играем, все написано в размере 4 четверти. То есть каждые 4 удара, так, каждые 16 ударов что-то меняется. Вот каждые 16 ударов – это квадрат. И, соответственно, мы композицию должны запускать в квадрат. Вот я сейчас выделил участок трека. Будем считать, что идет в квадрат. И нам нужно с началом квадрата запускать следующую композицию. Когда вот здесь вот она будет оказываться, смотрите. Вот сейчас я запустил ее. Когда она будет перепрыгивать. Вот я сейчас опять запустил. Попробуйте. Ага, почти. Постанавливаем. Почти. Вы можете считать. 3-4 раз. 3-4 раз. Рано. 3-4 раз. Почти. 3-4 раз. Почти. Я все равно не запустила. 3-4 раз. Ну, опоздали. Вот с этого начинается, в принципе, обучение любого диджея. Правильно запустить трек в квадрат. И потом подвести их по скорости. Давайте я за вас запущу. Вы джогом должны выровнять сейчас сетки ударов, чтобы они совпадали. Вот сейчас нижний чуть-чуть отстает. Соответственно, вам нужно чуть-чуть его догнать. Вот. Совместить. Вот. Теперь мы примерно совместили. Можем послушать, что получилось. Ну да, почти попали. Соответственно, теперь мы можем трек выводить. И сводить его на следующий. Ну, такое грубое, схематичное, но все-таки уже сведение у нас получилось. Диджейми не рождаются. Ими становится. И вовсе не обязательно иметь музыкальное образование или проходить какие-то специальные диджейские курсы. Главное – чувствовать настроение людей и любить музыку в любом ее проявлении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА